Давайте немножко поговорим про рынок DLP в целом. Расскажите, DLP сегодня это все еще решение для крупных корпораций или все-таки наконец-то есть уже сдвиги в сторону SMB? Как это выглядит и проявляет ли интерес SMB? На самом деле ситуация трансформируется. Начиная с прошлого года мы фиксируем большое количество изменений, большое количество, наверное, интереса рынка SMB, потому что когда большая часть народа перешла на удаленку, не все были к этому готовы. И вот подобные сервисы, особенно как раз по моделям SSP, они стали востребованы для малого бизнеса, потому что малый бизнес физически осознал эту потребность. Это и не только внутренний инсайдер, а еще и контроль учета рабочего времени, когда половина сотрудников на удаленке, по сути, ну, скажем так, не работают, неэффективно используют кооперативные ресурсы. E-commerce, мне интересно, то есть сейчас довольно много, да, там, компаний, связанных с интернетом, и они понимают ли необходимость DLP или все-таки они больше нацелены на внешние угрозы, там, ВАВ, защиту от DDoS и так далее? Начинают понимать, начинают, как бы, через, наверное, там, когда петух клюнул уже, по практике, действительно, изначально у них нет понимания, что какой-то внутренний инсайдер, надо защищаться, там, от кибератак и тому подобное, но когда пару моментов инцидентов было, им показали на них, народ начинает понимать, что эти инвестиции, они окупятся. Это и связано и с инсайдерами, и как раз с контролем рабочего времени. По вашему опыту, за последние несколько лет изменились ли сценарии использования DLP-решений в компанию? В целом, да, народ, ну, поскольку цифровизация наша, все, она движется, начинает потихонечку переходить на модель оказания сервисов, то есть по моделям SSP, когда заказчик реально понимает, за что он платит, в каком объеме, и за реально используемые лицензии. Не покупают большой бандал, а используют он на 50%, они покупают конкретное решение, и, допустим, там, 100 пользователей в этом месяце использовало, соответственно, за 100 не платят, там, 50 используют, за 50 платят. Таким образом, это выгодно и компании использовать, так как она не вовлекает в проект большие ресурсы. И, соответственно, непосредственно заказчику, потому что он платит только за то, что получил. Вот этот форум, это второе дыхание, которое даст новый виток, как это развитие отрасли, не отрасли, а рынку, да, DLP, либо это такой предсмертный вздох. Я считаю, что это нормальный рост, нормальный, как бы, гармоничный рост развития рынка. То есть рынок DLP никогда никуда не умрет, потому что народ, ну, скажем так, осознал в ней необходимость, осознал то, что бояться нужно не только внешних инсайдеров, но и внутренних. Вот, и, соответственно, я бы не назвал это и не похоронить, и не второй виток. Я бы, скорее, это логичная трансформация, там, текущего рынка в, там, чуть новый формат. То есть, опять же, вот, совершенно правильно сказали, диджитализация, вот, e-commerce, вот, рынок растет. Мы даже сейчас фиксируем интерес среди небольших компаний, в которых нету своего IT-шника или EB-шника. Интерес происходит на уровне собственника, который даже, собственно, не, ну, то есть для него, там, слово DLP, DLP, оно не Data League Prevention, например, там, система контроля за сотрудниками. И вот такой интерес мы все больше фиксируем. То есть, скорее, это, ну, такой гармоничный рост и расползание сервиса по всем группам, по всем направлениям, по всем группам клиентов. DLP трансформируется в какой-то новый продукт, ну, какие-то новые, может быть, функции продиктует время для DLP? Или вот все, до чего мы дошли к сегодняшнему дню, оно так дальше и будет жить? Безусловно, сервис будет развиваться. И что основное, вот, я повторюсь, наверное, это модель MSSP, то есть потихонечку на нее сервисы переходят. Вот, и второе, рынок все равно растет, вот, потому что и регионы показывают хорошую динамику. То есть, если, допустим, там, Москва, как правило, там, с точки зрения технологии, примерно, ну, месяц, года на два обгоняет весь региональный рынок, вот, то сейчас совершенно мы видим хорошую динамику по регионам, по отраслям, которые никогда в жизни не использовали DLP. Опять же, по объему рынка, увеличение количества небольших проектов, потому что и малый бизнес растет, и средний бизнес уже осознал и понимает. Вот, плюс некоторые вещи в нашем законодательстве подталкивают также заказчиков на использование там DLP-решений в той или иной степени. На Ваш взгляд, этично ли следить за сотрудниками в компании? Следить не этично, а контролировать этично. Основной здесь ключевой момент, который, как бы, наносит такой, знаешь, базисный характер, это не то, чтобы человек за тобой следит, а то, что, когда человек оформляется в компании, он подписывает полный комплекс организационных документов, в которых четко прописываются требования компании, что может делать компания, что может смотреть компания, что не должен делать пользователи. И подписывая все это, так как бы дает согласие на то, что идет мониторинг его активности, не связанный с работой. Это, а, соответственно, дает компании возможность это все использовать, и, б, это дисциплинирует самого пользователя. Потому что, когда он прочитал эту кипу документов, у него уже стало впечатление, что нет, здесь шутки шутить нельзя. Тема, действительно, многих скользкая, все считают, что слежка за сотрудниками, еще что-то, но главное – это бизнес. Соответственно, бизнес страдать не может. Поэтому, если все сделать правильно, это абсолютно легально, этично и абсолютно нормально.